Фонд «Новые имена», возглавляемый Денисом Мацуевым, провел в Суздале 26-ю международную творческую школу. Собрав вместе стипендиата фонда, пианист-виртуоз дал возможность каждому одаренному ребенку пройти обучение у маститых педагогов. Одним из участников этой творческой смены стал воспитанник Центра Камертон Матвей Хорев. По итогам занятий он единственный был отмечен тремя дипломами. Что значит быть стипендиатом фонда «Новые имена» Денис Мацуев подробно рассказал в один из последних своих визитов в Магнитогорск. Пианист-виртуоз уверил, задача фонда – продвигать юные таланты, поэтому участием в конкурсе и награждением все не закончится. Мы будем на контакте с их родителями, будем на контакте с их педагогами, конечно же. Будем смотреть за их развитием. Пригласим их в летнюю творческую школу в Суздаль. Нам 25 лет в этом году. Это фантастическая абсолютно школа летняя, где приезжают лучшие педагоги и дают свои мастер-классы. И рождаются удивительные ансамбли внутри этого. И вообще само место удивительное, конечно. То, что всемирно известным пианистам это было сказано не ради красного словца, первыми удостоверились педагоги Центра Камертон. Какие удивительные плоды может дать такое сотрудничество, они увидели на примере своего воспитанника, чья исполнительская манера игры начала меняться прямо на глазах. Еще четыре года назад Матвей Хорев не знал, кем хочет быть, и среди сверстников по музыкальной школе выделялся, пожалуй, лишь сильной увлеченностью игрой Дениса Мацуева. Мне нравится Денис Мацуев, потому что он достаточно энергичен, он всегда играет с эмоцией, он даже уже выходит и уже видно, что он будет играть и как играть. Я бы хотела, чтобы каждое мое выступление проходило примерно так же. Кто бы мог подумать, что именно это детское увлечение даст толчок к рождению большого в будущем музыканта. Восторженного магнитогорского мальчишку Денис Мацуев заметил и отметил. Став стипендиатом фонда «Новые имена» в 2014 году, Матвей тогда впервые в жизни выехал в летнюю школу, которая и начала его менять и как музыканта, и как личность. Матвей в творческом плане взрослеет, приобретает большую самостоятельность, более яркую, выразительную исполнительскую сторону проявляет. Проявляет другая совершенно обстановка абсолютно, и конкуренция. Все-таки ребята вокруг, они друг за другом наблюдают, как бы вольные линии соревнуются. А это большой стимул, это большой рост. Стоит отметить, что нынешняя поездка в Международную творческую школу Суздаля стала для Матвея IV. В течение 10 дней с мальчиком работали профессора Московской консерватории и Центральной музыкальной школы. Совместно разбирались произведения не только находящиеся в работе, но и абсолютно новые, которые по итогу обучения юный музыкант должен был представить на концерте. Для меня было самым сложным быстро выучить произведение для трио, потому что оно было достаточно сложным, и нужно было его быстро сделать. Карл Черни, «Концертная фантазия». Оно очень большое, где-то 17 страниц. Это очень объемное произведение. Это произведение в результате Матвейт играл блестяще, выступив в нем в роли концертмейстера. Также ярко была представлена и его сольная программа. Слушая его, педагоги отметили, как много свободы и раскованности появилось в юном музыканте. Однако для него самого, самым запоминающимся, оказался финальный концерт Дениса Мацуева. Он вдохновил мальчика на написание стихотворения, которое также было высоко отмечено. В результате, по итогам занятий, Матвей Хорев стал единственным, кто был отмечен сразу тремя дипломами, удостоившись звания лучшего исполнителя, концертмейстера и поэта. Помимо этого, юный музыкант получил приглашение выступить в нескольких концертах, организованных фондом. Я считаю, что это важно для Матвея, потому что Матвей, насколько я понимаю чувства, он выбрал профессию музыканта и в дальнейшем это ему очень-очень поможет. Глядя на Матвея, Елена Федюкова признается, сегодня это совсем другой ребенок. Фонд «Новые имена» помог обыкновенному магнитогурскому мальчишке расправить крылья, дав мощный старт для большого полета.